Но на запад, на запад ползет батальон, чтобы солнце взошло на востоке! Мы находимся на центральной площади города Ростова-на-Дону, театральной. Меня зовут Шабалов Александр Аркадьевич. Я ветеран войны в Афганистане, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 75 лет назад наши отцы и деды победили фашизм, но мы, их потомки, не отстояли окопы 45-го и проиграли холодную информационную войну. Как яркое свидетельство этому, мы видим сзади себя плакат, на котором стрелки нападения наших солдат направлены на Москву. Мой отец воевал. С войны он пришел с двумя орденами. Мой дядя, Шабалов Сергей Иванович, бомбил Берлин. И я с самых малых лет знал, что они рвались на запад, на Берлин, в логово фашистского зверя. Это же направление нам указал и Владимир Семенович Высоцкий. Кто-то встал в полный рост и, отвесив поклон, принял пулю на вдохе. Но на запад, на запад ползет батальон, чтобы солнце взошло на востоке. Через несколько дней на эту площадь придет губернатор Ростовской области. Он почтит память наших воинов, возложит гирлянду цветов. Но я считаю, что под этими плакатами это делать не по-людски. И я обращаюсь к губернатору Ростовской области. Уважаемый Василий Юрьевич, в общественных местах размещена наглядная агитация, искажающая историческую достоверность и порочащая светлую память воинов, отдавших жизни за освобождение нашей Родины от немецко-фашистских оккупантов. Фальсификаторы истории изображают наступление наших солдат не на запад, на Берлин, а на восток, на Москву. Они визуально, на подсознании превращают советских солдат в фашистов, оккупантов, идущих из Европы. На основании вышеизложенного прошу Вас изъять рекламную продукцию под общим названием «Транхнахостен» и привлечь к ответственности лиц, допустившись осквернение светлой памяти защитников нашей любимой Родины. У меня все. Субтитры создавал DimaTorzok